Дорогие друзья, я вас приветствую! Частое заболевание периартрит плечевого сустава и в общем-то, ну люди мучаются с этим делом. Ну что это такое? Начинает болеть плечо у человека. Вот болит, болит плечо. Потом начинается ограничение, не может он поднять руку там назад завести там за спину, вот, сверх поднять. И в итоге уже ночей не спит и так далее. Приходят к врачам и ему говорят, периартрит у тебя плечевого сустава, начинают таблетками кормить и уколы колоть. Блокады пытаются делать. В основном это, если и дает какой-то эффект, то кратковременный такой эффект, обезболивающий чисто. Но при этом токсический эффект, потому что дозы большие препаратов применяются и человек не может, ну грубо говоря, взять ситуацию и выйти никак. Значит, что это такое за заболевание? Периартрит плечевого сустава. Оно не самостоятельно, это первое. То есть это заболевание, да, оно самостоятельно может возникнуть, если была какая-то травма, ее не пролечили, не прореабилитировали, но это редко бывает там, да. В основном это возникает у людей с шейным остеохондрозом, когда зажимаются вот эти нервы. Вот. Ну позвонки смещаются, нервы зажимаются. А нерв, он так устроен, вот он идет в руку там из шеи, нерв через плечевое сплетение, которое вот здесь находится над ключицей, идет в руку. Нерв это не просто какой-то провод там телефонный, да, по которому, или электрический, да, по которому идет электричество. Нерв, он выполняет функцию, если, ну, каких-то активных движений нет, даже в покое, постоянно идет по нему импульсация, то есть он тренирует мышцу, к которой он направлен. И так анатомически устроен, что чаще всего нарушается, именно зажимаются нервы при шейном остеохондрозе, которые идут и иннервируют вот этот передний пучок дельтовидной мышцы. И вот этот пучок, нервы-то зажатые, иннервации нет, мышцы начинают усыхать, как бы укорачиваться. Потому что вот эта постоянная иннервация, которая ее тренирует, она прекращается, то есть начинается как бы дегенерация мышечной ткани. Вот этот пучок, он укорачивается, укорачивается, и все, и плечо перестает двигаться. И задача какая? Задача, в общем-то, человека, если он не может прийти в реабилитационные учреждения, да, например, ко мне в клинику, тут-то мы с этим быстро справляемся, что им дома делать, как ему, с чего начать, когда у него уже все приморозилось плечо, и он не может ничего сделать, такие боли, не спит по ночам, таблетки уже не помогают, блокады не помогают, вот что делать. Значит, жесткий массаж вот этого места. Самую больную точку найдите вот на передней поверхности плеча и прямо через силу ее продавливайте, раздавливайте, давите, давите, чтобы улучшать кровоток в этой мышце. Потом берете вот ключицу, вот показываю свою ключицу, на себе показываю, врачам можно. Вот, здесь находится вот, прям на ключице, палец положили вот так вот, плечевое сплетение. Вот его массируете, массируете, тоже больно будет, будет стрелять другой рукой, вот эту руку не поднимите, больную, да, он будет стрелять вам в руку, это хорошо, это значит нерв начинает включаться. Прежде чем мы продолжим, пролистайте в описании под этим видео, там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар. Переходите на мой сайт и узнавайте подробности, сделайте это прямо сейчас, будет очень полезно. Приемы массажа, если вы знаете простейшей формы руки, например, массажной, ну например, форма доска. Вот, есть доска, которая от локтя, есть доска более такая локальная, это доска, которая вот лучезапясного сустава, то есть кисть ровная. Вот это форма, которая, допустим, хорошо обезболивает. Ну, к примеру, потянули лучезапясный сустав, боль у вас или локтевой сустав, болит, у многих бывает болит локтевой сустав, плечевой сустав. Форма доски, для чего нужна? То есть вы можете осуществлять вот хлопки. Хлопки высокоэнергичные, хлопки по суставу. Поверьте мне, буквально одна минута такого обхлопывания формы доски, если у вас кисть подготовлена, снимет любую боль в любом суставе. Допустим, хроническая боль у вас в шее, например. Форма доски, только более легкая, да? Над плечи, пожалуйста. Очень сильно снимающая боль действие. Вот попробуйте просто, вы поймете. Особенно это касается суставов, особенно это касается крестца, поясничных болей. Вот там доска обратной только стороной себе можно в область поясницы хлопать. То есть это очень-очень эффективный прием, который просто надо знать, что он существует. Вот для этого люди и осваивают самомассаж. Как при помощи самомассажа помочь себе при грыжах, протрузиях, хронических болях, гипертонии и многом другом расскажу на вебинаре. Подписывайтесь по ссылке под видео, чтобы попасть на вебинар. Есть такое слово самомассаж. Люди считают, что, в общем-то, кто-то считает это хорошо, кто-то считает плохо, кто-то, ну, все, в общем, все считают, что это не так эффективно, малоэффективно, там, по сравнению с обычным массажем. Что здесь хочу сказать? Во-первых, надо понимать, что есть такой фактор, как время, да? Вот самомассаж, если вы обладаете знанием, техникой и подготовили свои руки для этого самого массажа, то вы его можете делать себе регулярно. Массаж, массажист, какой бы хороший он ни был, там, даже если он к вам приезжает домой, ну, к примеру, хотя это дорого стоит обычно, и у многих на это нет денег, ну, к примеру, у вас много денег, он к вам приезжает домой, все равно массажист уедет в отпуск, заболеет, там, я не знаю, переедет в другой город, что еще, женится, ему жена запретит, там, делать массаж, скажет, не ходи по массажам, а то тебя уведут там у меня. Что-нибудь, что-нибудь случится обязательно, понимаете? То есть, жизнь есть жизнь. А руки ваши, они всегда с вами. Можно, конечно, что-то случиться, но это как бы не будем об этом говорить, это грустная вещь. Вот. Вот поэтому человек, владеющий самым массажем, в принципе, и держащий свои руки в форме, всегда будет здоровее, чем стандартный человек. По двум причинам. Потому что он постоянно себе проминает проблемные зоны, участки тела, умеет, знает, как это распознать, чувствует. И он постоянно держит в форме свои руки, прорабатывает их, что очень полезно, потому что на руках очень много биологически активных точек, которые при должном внимании к вашим кистям, они, естественно, рефлекторно улучшают все внутренние процессы в вашем организме. Вот это очень важно понимать. Поэтому освоить навыки самомассажа и постоянно их применять, это всегда будет на длительном промежутке времени, год, например, взять, всегда будет намного в разы полезнее, чем вы ходите курсами к массажисту. Это вот однозначно непреложный факт. Далее следующее, что у людей, какая есть проблема? А возможен ли качественный самомассаж? То есть вот человек думает, ну как я себе там не смогу, не достану, что там еще там, хватит ли мне силы, вот эти вещи там, смогу ли я сам себе делать качественный самомассаж? То есть вот такие вещи. Значит, что здесь надо сказать? Что когда человек правильно подходит к освоению самомассажа, не с освоения техник прежде всего, там вот я там такую технику освою, или такую, или такую, а с того, что он начинает заниматься наработкой качества своих рук. Сила, чувствительность, ну я об этом говорил, гибкость там и так далее, и так далее. Все, что присуще рукам хорошего массажиста. Если он уже руки себе наработал, даже уже дошел до того, что руки у него стали по качеству приближены, да, к хорошему массажисту, он уже этими руками очень много чего может сделать себе. Ну то есть, например, смотрите, смогу, не смогу, ну допустим, как вы, вы не сможете промять себе стопу руками, в которой наработана сила, чувствительность в этих руках, да, вы не сможете промять себе стопу. Это очень приятное, увлекательное занятие и очень большую пользу несёт для организма, поскольку все знают, что на стопе находится гигантское количество, ещё больше, чем на руке, биологически активных точек. Что вы, не сможете достать себе до ягодичной области, до крестцовой, абсолютно сможете. Что вы, не сможете достать до плеча, не сможете достать до трапеции, не сможете достать для шеи, сможете, конечно. Единственная зона, которую вы не сможете обработать, зона между лопаток. Это единственная зона, для которой вам может понадобиться помощь. Всё остальное тело вы абсолютно руками достанете. Лицо, голова, шея, плечи, руки, ноги, всё доступно. То есть, не достать вы не можете. Потому что, когда руки будут уже хотеть делать массаж, вы их натренируете, подготовите, уже они будут сами тянуться к местам, которые требуют этого массажа. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Будьте здоровы!